коллеги здравствуйте всех приветствую всех приветствую прямом эфире напишите пожалуйста как слышно сегодня как слышно как видно напишите пожалуйста слышно ли меня здравствуйте здравствуйте все супер спасибо коллеги два слова введения технические моменты на той встрече это было у нас 18 04 в то воскресенье второй эфир который мы записали он не сохранился до слетел инстаграм запись не сохранилась поэтому принято решение вторую второй час который я делала я его сегодня повторю там немножко я его повторю и сегодня же я выложила презентацию всю заново в stories сегодня висит сохраненных закрепила выложила все дни у нас было 11 04 18 04 и сегодня 25 04 за эти три дня я выложила встречи план работы и презентацию всех 3 3 эфиров сегодня еще раз повторяюсь мы немножко повторим все что слетело в тот раз и пойдем дальше я думаю что подключаться в эфире мы не будем потому что нам не позволяет связь мы сегодня берем тогда в теории берем в теории хорошо тогда я сейчас выведу презентацию так вот как раз первый пункт первое происхождение психологической проблемы это то что у нас слетела в тот раз то что не сохранилась что не сохранилась так вот это я повторю дальше мы пойдем по теории и по техникам сегодня сегодня будет не прямой разбор кейса не живой разбор а сегодня будет теория но я постараюсь как можно глубже рассказать все процессы происходящие в сессии стартуем значит происхождение психологической проблемы так одну секундочку презентации на минутку так прошу прощения вот она так вот происхождение психологической проблемы видно да хорошо стартуем значит к первому первой причиной является травма является причиной невроза значит еще фрейд писал о том что в травматических неврозах действующей причиной заболевания является необычное психическое повреждение а эффект испуга приходит клиент если вы собираете первую встречу и видите что там много аффектов допустим много страха много истерических симптомов какие-то страх тревожность тыд физическая боль все это все это вы можете себе смотреть записывать как такого рода травма длительные наблюдения показывают что существующие существует единый универсальный механизм возникновения проблем и психических нарушений в основе которых всегда лежит травма что происходит в момент травмы и в стрессовом состоянии способность человека воспринимать сложившуюся ситуацию существенно снижается также страдает мышление что приводит к возникновению иррациональных решений и установок ученые рассматривая этот процесс вводят категорию которую которую называют уровень сложности проживаемой человеком ситуации которые по их мнению существенно влияет на степень гибкости его поведения и его метапрограммы не хочется повторять примеры которые были в том уроке на том уроке но вкратце вот мы говорили о том что гибкость поведения что это такое допустим в тот раз я приводила пример мама пришла с работы ребенок бежит к маме встретить ее на полпути бабушка подхватила говорит что же ты такой как тебе не стыдно мать матери даже поесть не даешь да то есть для одного ребенка это будет норм он забудет побежит потому что у него все в порядке с друзьями у него все в порядке саду его принимают любят для другого ребенка это станет непреодолимой травматикой и все зависит от гибкости поведения и от его метапрограмм теперь что такое метапрограммы метапрограмма это паттерн который мы используем для того чтобы определить какая информация будет допущена в сознание у одного ребенка это будет сознание зайдет как травматика у другого ребенка это даже не останется он побежал заигрался и пришел немножко позже да уже на четвертом уровне могут появляться застревание с повторением непродуктивных паттернов поведения а на пятом ситуация характеризуется как выживательная это с точки зрения бессознательного где у человека нет никакого выбора поведение приобретает разрушительный характер то есть вот когда вы видите вы берете первое на первой встрече у клиента делаете какой то какие то свои записи вы видите что в его поведении как будто нет гибкости нет вариативности да то есть это свидетельствует о том что у него выработались определенные паттерны узкие категоричные через них он действует у него мало мало широты выбора и поэтому он приносит вам в работу рассказывает что с ним происходит у него как будто малая картина у него внутренне нет решительности для каких-то действий для какого-то выбора не может себе что-то позволить да значит на последнем уровне поведение человека начинает регулировать твердое ядро личности включающие небольшое число мета программ что приводит к принятию иррациональных непродуктивных решений которые затем останутся с человеком на всю жизнь такие вот выводы где он что должен как нужно такие очень сухие должествование через которые он будет строить свою жизнь потом испытывать разрушительные какие-то чувства вины и страха и так далее да вот эти иррациональные установки будут определять его мышление и его поведение в целом вторым пунктом я там выделила написано неблагоприятные условия это второе второе происхождение психологической проблемы в неблагоприятных условиях задействуются защитные механизмы которые призваны защитить личность от патологических изменений после завершения трудной жизненной ситуации защитные механизмы продолжают действовать и теперь не только не сохраняют личность сколько фиксируют замораживают и травматический опыт препятствует развитию личности а травма остается в психике в виде новообразования то есть вот такая травматика которая стала для ребенка там мама как мама которую он не смог увидеть тогда когда он ее долго ждал и хотел обнять вот в этот момент включаются механизмы защиты которые определяют в психике формируются какие-то решения через которые он постоянно потом действует они в дальнейшем закрепляются в виде новообразования то есть такие вырабатываются новые деструктивные паттерны поведения следующие я указала травмы которые находятся близко по времени травмы находящиеся близко по времени либо связанные общими ассоциациями установками обладают свойством коморбитности в сумме эти травмы дают не только в разы большую нежели их арифметическая сумма но и образуют единое травматическое образование то есть когда клиент приходит вы начинаете с ним работать и вы понимаете что в какой-то период времени случилось много событий вы можете сразу объединить их в такое состояние птср до посттравматическое стрессовое расстройство собственно вся релиф терапия построена на работе с птср как раз таки дальше я сейчас коснусь этого значит эти травмы которые близкие по времени их хорошо видно и как раз у вас будет возможность предлагая вспомнить ранее подобный случай в тот раз мы говорили да что у клиента который придет может быть не очень доступны и когниции памяти так далее и у него будут сложности с тем чтобы находить какие-то ситуации похожие по ощущениям кто-то задавал мне вопрос про то как выйти если человек не помнит тогда мы говорим ему о том что попробуйте найти в теле попробуйте найти в теле где у вас этот страх это злость это вина и так далее через тело клиент вас выведет на более раннюю травматику и когда он это все озвучит он это сам проанализирует у него все соединиться почему мы все время просим человека рассказывать как можно больше о случившемся потому что когда это проходит через речевой мост это уже становится более осознанным и он может сам некоторые вещи которые до этого он считал абсолютно разными он может их объединить объединить в одно целое и у него придет инсайт что это звенья одной цепи так наиболее опасен травматический опыт в раннем детстве опыт раннего детства я там выделила презентация значит он приводит к формированию искаженной картины мира которые называются акцентуации и психопатии что это значит личность с включенными защитными механизмами не развивается вот то что мы говорили травматика включились механизмы защиты как только включились механизмы защиты в психике всегда происходит развитие какие-то сензитивные про периоды оказываются упущенными нормативное образование в антогенезе не формируются все это приводит к тому что не развиваются необходимые навыки и умения тогда я приводила пример о том что ребенок который в первом классе не может попасть эти палочки двоечки в клеточку да мы говорим в рамках здорового и здорового ребенка если у ребенка не получается что-то в учебе то это нам сразу маячок такой маркер про то что его психические процессы уходят на обработку чего-то иного какая-то ситуация дома где-то он что-то видит где-то переживает за отношения чита то есть если ребенок не справляется с чем-то абсолютно элементарным это дело не в том что он там какой-то глупый тогда нет там нужно посмотреть куда уходит его психический процесс и к и почему сейчас не не формируются навыки и умения это хорошо видно у деток маленьких бывают детки такие на занятиях сидят прям как маленькие такие маленькие старички да все включены в процесс все играют все заинтересованы чем-то они как будто бы не включается они переживают состояние то есть дома происходит какая-то травматика ребенок переживает вместе с родителями он этого не показывает родители тоже не совсем видят эти процессы но это видно специалистам и стоит на это обращать внимание если родители вам в терапии вот пришел и пришла мама и говорит о том что у ребенка где-то неуспеваемость много психосоматики болеет и так далее вы тоже это все себе фиксируйте как в тот раз я говорила про то что мы собираем единую картину сегодня буду давать технику через который мы ее собираем и вы себе фиксируете все это для вас является таким маркером на что обратить внимание так следующий пункт у нас материнская депривация это жестокое обращение в детстве и гиперопекающий стиль воспитанием наносят наибольший ущерб развивающейся личности и является наиболее сложно корректируемыми поменяю презентацию следующее так сложно корректировать так значит наибольший ущерб развивающей личности является наиболее сложно корректируем даже если ребенок сможет выработать определенный копинг-стратегии для их преодоления личность ребенка будет искаженной а сами копинг-стратегии примитивными при гиперопекающем стиле воспитания ребенок подвергается перманентному фрустрированию с целью сделать его послушным и покладистым такие родители обычно идут до конца и доводят до слома еще не окрепшую личность вы тоже это увидите в работе такие родители вырабатывают в ребенке рэкетное чувство вины подстраивают ребенка все время под свои задачи под себя так хорошо следующее при интенсивном и длительном деструктивном воздействии вызванном травматическим событием сценарное решение принимается в результате давления обстоятельств и становится неотъемлемой частью самого сценария единичная проблема или травма по силе оказывается незначительной для личности и жизни человека и клиенты с такими запросами обращаются редко так когда события происходит одно за другим человеку уже намного сложнее справляться с этой ситуацией и таких клиентов будет намного больше они будут вам сразу несколько событий рассказывать так следующее у нас нарушение развивающейся после пережитой психологической травмы затрагивает все уровни человеческого функционирования и приводит к стойким личностным изменениям не только у людей непосредственно переживших стресс но и у членов их семей а значит и у значительной части ближайшего социального окружения и всего общества в целом когда человек приходит в какой-то ситуации вы смотрите не только на ту картину что он про себя рассказывает но и учитывайте в каком состоянии ближайшие находятся люди с ним проживающие что у них происходит потому что когда в семье кто-то находится в посттравматическом состоянии это конечно же влияет особенно на детей очень часто в терапии видно что ребенок допустим находился возле мамы возле бабушки который находится в таком состоянии и все паттерны поведения он заимствовал он как бы их сценарий проживал это тоже в работе все будет видно так поэтому мы с вами сейчас фиксируем тот факт что в рельеф терапия мы ведем встречу и всю дальнейшую работу через понимание ПТСР посттравматическое стрессовое расстройство еще последний пункт я указала там что психологическая проблема может происходить не только когда негативные ситуации а также а также когда человек осознает что что-то очень хорошее в его жизни уже никогда не повторится это также становится травмой какой пример допустим у ребенка все хорошо уже знакомые подросток допустим 12-14 лет и тут у родителей происходит какая-то ситуация они допустим разъезжаются переезжают в другой город переходят в другую школу и у ребенка остается что-то очень важное для него в том районе в том городе он теряет очень важные вещи и поэтому если человек осознает что что-то очень хорошее в жизни уже никогда не повторится это становится также травмой иногда такие события из прошлого неверно рассматриваются в качестве ресурса но личностными ресурсами они конечно же не становятся подобные события вот все что я сейчас перечислила держат человека в напряжении и должны рассматриваться и обрабатываться по принципу терапии ПТСР потихонечку подбираемся как раз на экран я вывела этапы формирования травмами этапами формирования травмы является первое наблюдение травмы ее последствий попадание в психотравмирующую ситуацию негативные переживания вызванные травматическими событиями и поиск возникновения и поиск объяснения возникшей проблемы исходя из картины мира человека сейчас приведу пример что это значит этапы формирования травм допустим приведем пример ребенок слышит что отец говорит о том как его уволили с работы для ребенка эти слова ничего не значат он продолжает жить как и прежде но постепенно он начинает испытывать трудности из-за изменения материального положения семьи он вырастает давно забыв о тех событиях и в тот момент когда его самого увольняют с работы он внезапно допустим впадает в депрессию даже несмотря на то что для него данное увольнение не несет неблагоприятных последствий допустим у него там допустим есть финансовая подушка да еще какие-то ситуации даже если это сейчас не является неблагоприятным для него существование депрессии он может обнаружить спустя какое-то время например когда замечает или близкие люди замечают что прошло определенное количество времени полгода год а человек допустим так и не начал новую работу новый проект и так далее и так далее объяснение его состояние могут быть самыми самыми разными вот четвертый пункт да поиск объяснения возникшей проблемы исходя из картины мира человека то есть эта картина мира она конечно же сформировалась значительно раньше в детстве и поэтому сейчас он будет объяснять происходящее любыми возможными способами вплоть до того что его кто-то сглазил ему не повезло и так далее и так далее или что у него накопилась усталость из-за большой загруженности на работе да смотрите вот эти все стадии необходимо в терапии поднять поднять через наблюдение этих стадий мы клиента выведем в разрешение его проблематики как строится терапия травмы и стресса в модальности релив терапии сейчас я поменяю слайд так сегодня мы берем как раз с вами техники я сегодня не буду никого приглашать в прямой эфир потому что боюсь что опять у нас слетит не останется записи поэтому буду рассказывать сегодня в теории первая техника которую мы берем в релив терапии это случайный попутчик или структурированная исповедь что такое что такое техника случайный попутчик бывает такое что человек приходит садится и его ничего не надо спрашивать он может два часа в релив терапии я на первых встречах говорила что мы не работаем 55 минут мы работаем около двух часов а если попадаем в травматику можем даже и больше бывает такое что человек сядет его даже спрашивать не надо он как на исповеди все от и до расскажет ему самому полегчает он может сказать спасибо я сам понял что со мной происходит и это может быть его последняя встреча с вами да а бывает такое что человек приходит и он не может поднять ни примеры найти не осознать где он устал где у него что беспокоит и тогда вот мы используем случайный попутчик что это за техника метафора случайный попутчик была выбрана не случайно сессии с использованием этой техники действительно очень похожи на разговор со случайным попутчиком мы ничего не хотим от клиента у нас нет никаких заранее определенных целей мы ничего не знаем о человеке мы верим всему тому что он говорит и всего лишь хотим услышать интересную историю то есть вот это очень важные слова вы это будете бессознательно транслировать ему он будет получать от вас безусловное принятие и ему необходимо будет забрать задать буквально несколько вопросов и помочь выйти на ранее похожие ситуации то есть мы применяем эту технику если клиент находится в возбужденном состоянии если у него не одна проблема а много проблем если он не знает что его больше беспокоит или наоборот когда у человека стресс например конфликт на работе эта техника направлена на улучшение эмоционального состояния человека и решение конкретной текущей проблемы как эта техника откуда она произошла историческое такое отступление ремарочка во время второй мировой войны американский историк занимался тем что восстанавливал картину сражений и документировал их в исторических книгах для этого он после боя собирал все подразделения и выяснял что и как происходило на поле боя это мероприятие называлось дебрифинг в начале дебрифинга группу собирали информировали о процедуре и необходимо было получить точное описание боя цель была одна запечатлеть историческую правду то есть солдаты не рассказывали о том что они чувствуют как они видели они рассказывали конкретно было это 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 и когда чуть позже проанализировали они заметили что после после такого дебрифинга в подразделениях снижалось напряжение повышалась сплоченность готовность идти в бой даже те кто был ну списан комиссован возвращались в строй хотели участвовать в боевых действиях и в дальнейшем вот эту военную технику дебрифинга стали использовать психологи больше ее начали использовать психологи кто работает в экстремальных ситуациях вот они как раз таки взяли этот метод и появился так называемый психологический дебрифинг он был разработан психологом из Норвегии и из США это групповая реже индивидуальная форма работы предназначенная для отреагирования и переработки и минимизации последствий чрезвычайных экстремальных ситуаций психологический дебрифинг не может применяться несколько раз это такая техника в которой мы один раз то есть мы попадаем если в ситуацию очень травматичную очень сложную то мы ее дорабатываем до конца вытаскиваем все что человек чувствует через тело какие там эмоции и больше мы туда не возвращаемся если мы будем еще раз возвращаться в одну и ту же ситуацию то у нас будет обратный эффект мы ее дорабатываем до конца так этапы техники случайный попутчик первое приходит клиент мы начинаем ну вот по сути это и есть начало нашей работы первое задаем максимально открытый вопрос расскажите мне о произошедшем то есть пришел клиент да вы спрашиваете вы можете сами по разуму сформулировать вопрос допустим спросить что происходило с вами в последнее время во для кого то это будет последней недели а для кого то это будет последние два года это будет зависеть от того где вяжет травма И тогда клиент сразу возьмет тот период, который необходимо будет разобрать. Клиент, знаете, это вот, хочется сказать, друг, нет, конечно, не друг, но вы все равно объединяетесь с клиентом, он вам очень сильно помогает. Бессознательно эти процессы происходят, но вот то, куда клиент выскакивает, это всегда будет помощью в вашей совместной работе. Дальше, проявляем разумный интерес, сопереживание, расспрашиваем о подробностях произошедшего. Вопросы очень простые задаем, вот в технике случайный попутчик задаем очень простые и естественные, чтобы его не выбивать из текущего разговора. Что случилось, где это было, когда это произошло. С помощью вопросов определяются участники, значимые для клиента ситуации и ее связи с другими событиями. Дальше задаем следующие вопросы. Что сделали вы, что сделал другой, как реагировали вы, как реагировал другой. Далее задаем вопросы о мыслях, об эмоциях, о переживаниях в тот момент, когда это происходило. Когда человек все рассказал, но вы видите, что он несколько раз попадал в какие-то похожие ситуации, говорил какие-то похожие эмоции очень болезненные, то тогда мы можем четко понимать, что это его стрессовая ситуация и она его не отпускает. И мы пытаемся максимально расширить обсуждаемую область. Логично задать ему такой вопрос. Пожалуйста, найдите подобную ситуацию, где такое было раньше. Если вот то, что мы говорили, у клиента не поддаются воспоминания, плохая память, то вы можете спрашивать через тело. Найдите ранее подобное ощущение, подобную физическую боль, допустим, можете спросить. И так далее, и так далее. Ищем подсказки в речи клиента. Если находим какой-то важный аспект, спрашиваем о нем несколько раз. Например, если человек несколько раз упомянул о своей усталости, то мы просим его, вспомните, пожалуйста, усталость, до тех пор, пока его внимание не переключится на другую тему. То есть вот эта техника «Случайный попутчик». Мы начинаем разговор с того, что вспомните, что для вас актуальное в последнее время. Человек берет период, который ему наиболее актуален или болезнен, начинает прорабатывать. Внутри уже этого рассказа он может несколько раз сказать об одних и тех же эмоциях. И тогда вы зацепитесь за эту эмоцию, спросите. Мы в релифтерапии всегда берем три базовые эмоции. Мы всегда спрашиваем, что вы сейчас чувствуете? Страх, гнев или горе? Это всегда одинаковый вопрос. Страх, гнев или горе? Почему так? Потому что эти эмоции, они эволюционные такие, да? Их очень сильно в детстве подавляли. Помните, говорили, да, что там бояться нельзя, гневаться нельзя, горевать нельзя. То есть не плачь, не бойся, не злись. Вот эти вещи, которые всегда, как правило, у ребенка подавляются. И поэтому так как психика, а мы говорили, что психика никуда не может ничего выместить, да, если это что-то было, оно всегда там хранится. Вопрос только времени, через сколько оно выскочит. И поэтому, когда вы зададите вопрос, что сейчас, вот рассказал человек про какую-то ситуацию, и вы его спрашиваете, что это сейчас для вас? Что там? Страх, гнев или горе? Ему так проще будет найти. Эмоций же на самом деле очень много, и не все люди вообще в контакте со своим телом, со своими эмоциями. И поэтому, если вы ему облегчите задачу и спросите вот эти простые три эмоции, он вам однозначно скажет. Вначале могут клиенты задавать вопросы, как это, у меня ни одной из этих эмоций нет. Вы тогда его фокусируете еще глубже и повторяете. Хорошо, вот то, что этот человек с вами, допустим, там, не разговаривает, вот то, что это в вашей жизни случилось, здесь страх для вас? Для вас это горе? Ну, страх, гнев или горе, да? Здесь страх, гнев или горе. И он все равно через тело, он может взять несколько минут, сказать, я сейчас подумаю. И он все равно вам скажет, он скажет, да, здесь больше страх. Тогда вы его спрашиваете, а где этот страх в вашем теле? И люди по-разному. Вот эта удивительная работа, кто-то скажет, что она в руках, кто-то скажет, что она где-то в груди, да? И вот тело никогда не обманет, потому что это же уже было прожито, это уже в его нейронных связях это зафиксировалось. И сейчас вы с ним встретились для того, чтобы это, смотрите, извините, травматика прошла, механизмы защиты остались, и сейчас вы встретились, чтобы эти эмоции как бы дочистить, до чистоты эмоций довести состояние, потому что все эмоции, все остатки наших аффектов, все лежат и все тянут на себя ресурс. То есть клиент, если приходит без ресурса, вы видите, что значит где-то какие-то процессы уходят на переработку. Вот как по аналогии с тем ребенком, который не справляется с программой, куда-то уходит его психический процесс, что-то там сдерживается, что-то подавляется, и поэтому он у вас пришел не в ресурсе. Так, когда вы выскакиваете на это ощущение в теле, допустим, он говорит, что там злость и это, ну, страх, допустим, он говорит гнев, и он говорит, что я чувствую этот гнев в руках, и вы тогда спрашиваете, найдите, пожалуйста, ранее подобный случай, где вы испытывали вот такие же ощущения в теле, или вот такой же эмоциональный гнев, и он тогда выскочит на более раннюю ситуацию, а потом еще более раннюю, а потом еще более раннюю. И вот эти три техники, отреагирование, техника перемоделирования и техника линии времени, это вам как дополнительная помощь в любых, что в случайном попутчике, что в структурированной исповеди. Вот эти техники отреагирования, перемоделирования и линии времени, это вам как инструмент для работы. Вот когда была первая встреча у нас 11.04, мы как раз с Нелли делали технику перемоделирования. Кто был, помнит, что мы с ней попали в несколько похожих ситуаций, и я ей предложила заменить. Тогда ребенок не нашелся, что ответить. Он стрессовал при ситуации, которая происходила. Ему не хватило поддержки, не хватило ресурса. И мы с ней перемоделировали. Психика представила, как бы это могло быть по-другому. И для нашей психической истории, у нас не важно, было это на самом деле, или мы это сейчас посмотрели. Тогда мы приняли решение действовать из той специфической узкой картинки мира. Из тех паттернов поведения, которые использовались в семье. А сейчас, когда мы стали уже взрослые, мы по-другому реагируем. Мы в своем опыте встречаем, допустим, если кто-то нас не поддерживал, мы сейчас встречаем людей, которых родители могли поддерживать. В моей практике был такой пример, когда девочка очень, ей очень не хватило поддержки родителей, папы не хватило. И потом, когда я попросила, а найдите ранее подобный случай, где кто-то не поддерживал вас. Она говорит, а вы знаете, а у меня есть пример, когда наоборот была очень сильная поддержка. И мы взяли этот пример, и она рассказала о том, что в третьем классе, допустим, да, в третий класс там был, она сидела за партой с девочкой. И та девочка ей рассказала, что ей папа сказал о том, что даже если она станет дворником, она станет гениальным дворником. Да, вот смотрите, какая поддержка. То есть если чего-то не было в нашей жизни, если чего-то не было у нас в нашем жизненном опыте, это не значит, что этого нет у других. У кого-то есть поддерживающие родители, у кого-то есть родители, умеющие принять ребенка в любом случае с его удачами, неудачами и так далее, и так далее. И поэтому, когда уже мы взрослые, мы же картинку мира шире имеем, и мы, используя вот эти три техники отреагирования, перемоделирования и линия времени, мы можем уже по-новому представить, что бы там мы хотели по-другому. И это будет равноценно тому, как если бы это было на самом деле. Для психики это будет равноценно. Так, и мы тогда сныли, перемоделировали, перемоделировали. И потом, когда мы выскочили и посмотрели на ту ситуацию, которая была в текущем запросе, она сказала, что действительно, перемоделировав, закрыв эмоции там, увидев, что ребенок мог функционировать и действовать как-то по-другому, она вдруг, вернувшись в ситуацию, с которой пришла в терапию, она вдруг обнаружила, что она, оказывается, может как-то по-другому использовать, функционировать в этой жизни. Вот эти три техники, вы будете повторять их раз за разом. Раз за разом, вот человек будет находиться у вас в длительной терапии год, допустим, зашел к вам человек-клиент в длительную терапию, будет он находиться год, и вы будете все время попали в ситуацию. Единственное, чем они будут отличаться, вот техники отреагирования, перемоделирования и линии времени, единственное, чем они будут отличаться, это эмоциональные составляющие вашего клиента. Когда много злости, когда много злости, хватит сил на отреагирование или перемоделирование, когда много гнева, когда много страха, помните, бей, беги, замри, когда много страха, ребенок может так замереть, что ему сложно даже сейчас найти, как бы это было по-другому, или если происходит что-то очень страшное, допустим, когда клиент рассказывает, что на их глазах, там, не знаю, за мамой кто-то гнался или еще как-то, да, вы понимаете, что это для ребенка непереносимая травматика. И он даже сейчас с трудом понимает, как могло бы быть по-другому. Тогда вы берете линию времени и просите его вернуться в то событие, просите его найти эмоциональный, эмоциональный, начало эмоционального напряжения в той ситуации и просите его несколько раз, как будто вы взяли кадры с фильма, поставили на замедленную съемку, что вы ему говорите. Если вы клиенту, линия времени, да, если, то вы клиенту просите найти это эмоциональное возбуждение, просите встать в начало этой ситуации и медленно двигаясь, просматривать, и просите найти новый момент физической боли в теле, новую эмоцию, новое решение, принятое тогда. Первый раз он вам расскажет очень сжато. Закончится эта ситуация, вы ему скажете, встаньте, пожалуйста, опять в начало этого случая. Примерно 5-10 раз вы прогоняете человека по этой ситуации. Вы просите встать в начало этого случая и опять просите его медленно-медленно двигаться по линии времени. Вот эти все техники отдельно, я их еще буду дальше рассказывать. Сегодня кратко. И вы просите двигаться по линии времени и каждый раз, вот смотрите, когда он находился там, были приняты какие-то экстренные решения. Он где-то испугался, страх, эмоции зажался, то есть механизмы защиты включились. Когда клиент находится с вами, здесь экологично, здесь безусловное принятие, здесь уже нет опасности. И клиент начинает слышать, вы удивитесь раз за разом, делая эту технику, что клиент начинает осознавать новые нюансы произошедшего. Он начинает вспоминать, что я подумал так, я понял так. То есть каждый раз, когда вы будете проматывать этот кадр по линии времени, у вас будет выходить все новое и новая информация. И вот эта информация, все новое выходит и выходит, и вы имеете все больше и больше инструментов и деталей, вот так, деталей, с которыми вам в дальнейшем нужно будет работать. Так, дальше. Дальше. Если эмоциональные переживания очень сильны, сразу просим, вот то, что я говорила, найдите более ранний подобный случай. Или спрашиваю, а раньше было с вами что-либо подобное? Не торопитесь с вопросами. Ждите, пока человек выговорится полностью. Даже немножечко, после того, как он выговорится, даже немножечко берите минутку, как бы ждите, проверяйте, потому что процесс психики работает, он как бы докручивает происходящее и может что-то осознать, проговорив, что-то прошло через речевой мост и что-то может быть им по-новому осознанно. Рассказ клиента должен представлять собой исповедь. Либо исповедь, либо рассказ, в котором вы верите, что происходит. Человек рассказывает, как бы проживаете события, он погружен в них, он как бы находится там. Когда он что-то рассказывает, он заново видит происходящее, открывает его для себя же самого. Рассказ без погружения дает существенно меньше результат. Поэтому ваша задача каждый раз, чтобы он занырнул туда, каждый раз спросить его, а что там было для вас, а что вы чувствовали, страх, гнев или горе. И погружайте, погружайте его туда все глубже и глубже. Иногда бывает так, что человек долго рассказывает, но понять что-то из его рассказа невозможно. Создается ощущение, вот когда вы собираете первую встречу, анамнез так называемый, иногда бывает рассказ настолько хаотичный, что как будто даже собрать нечего. Но это на первый взгляд. А для клиента, для клиента, даже если это разные темы, это для него, конечно же, очень важные события. В таком случае мы задаем ему вопрос, что произошло для вас в этих событиях? То есть вот акцентируемое внимание, ни как должно быть, ни хорошо, ни плохо, а мы акцент делаем на то, что произошло лично для вас в этих событиях. Когда он дает четкий ответ, что важного для него произошло, можно ориентироваться на его проблему, искать дальнейшие, где были ранее подобные случаи, и так далее, и так далее, и идти дальше. В процессе работы клиент, рассказывая об одной проблеме, плавно переходит к следующей. Темы могут меняться несколько раз за сессию. Это нормально. Большинство тем постепенно уходят, и остается одна-две, которые мы можем прорабатывать уже более глубоко другими техниками. В зависимости от особенностей психики клиента, техника случайный попутчик может использоваться на протяжении десятка сессий. То есть каждый раз, когда вы встречаетесь, вы можете каждый раз начинать свою встречу с вопроса, что произошло для вас в последнее время, что актуальным было для вас в последнее время. И иногда он возьмет вот эти несколько дней или неделю с последней встречи, а иногда он возьмет более ранний период. Так, человек выговорится, освободится от стресса, достигнет хорошего состояния и не будет создавать проблем ни себе, ни окружающим. Так, сейчас я включу комментарии, хочу посмотреть вопросы, какие сегодня есть у нас. Я включила комментарии, «Пожалуйста, сориентируйте меня, где что осталось не понято». Напишите, пожалуйста, сориентируйте по вопросам, где к чему сейчас нужно вернуться и что еще проговорить. «Поделайте, пожалуйста, определение депривации, материнская депривация». Материнская депривация, когда были такие жесткие, опекающие, гиперопекающие стили воспитания. И ребенок выработал определенные копинг-стратегии. Копинг-стратегии, он использует их и сегодня, в текущей жизни. Когда он проговаривает новые воспоминания, как дальше быть? Слушаем, вычерпываем до конца эти воспоминания, даем возможность выговориться, даем возможность выговориться, не торопим клиента. в какой ситуации, какую технику применять. Всегда мы в релиф-терапии всегда начинаем случайный попутчик. Единственное, бывает структурированная исповедь, это когда человек пришел и сам просто выговорился, и ему самому полегчало. Если человек плохо выговаривается, если он испытывает какие-то затруднения, то мы его направляем через доверие. Еще раз повторюсь, что в релиф-терапии мы работаем по картине ПТСР. Мы с вами проговорили на предыдущих встречах, что вся наша травматика, мы ее можем рассмотреть как посттравматическую. Любой там был кадр, где мы с вами фиксировали происхождение психологической проблемы, про неврозы, про материнскую депривацию, про неблагоприятные условия, вот тот кадр. То есть мы знаем, что все-все-все проблемы, особенно если их накопилось много, мы можем рассматривать по технике посттравматического стрессового расстройства. Как выстраивается терапия, как выстраивается терапия вот этих травм и стресса, сейчас я начну проговаривать. так, терапия травмы и стресса. Коллеги, знаете, вот сегодня настроилась на то, что не буду никого приглашать в эфир, и мне настолько скованно себя сегодня чувствую, потому что я практик, я привыкла все это на реальных кейсах, на реальных ситуациях, и вот сухая, я рассказываю вам и чувствую, что сухая теория, конечно же, это, это хочет, знаете, хочется дать вам больше, очень хочется дать вам больше, очень хочется вам это все показать на примере. Хочется, чтобы вы все это видели, понимали, и уже на примерах корректировать и дополнять. И мне есть все равно огромное желание, может быть, даже попробовать сегодня в конце. попробовать подключиться. Посмотрим. Я сейчас буду смотреть, сколько вот, как у меня будет работать, не будет ли подвисать инстаграм. Хочется вам, конечно же, все это показывать. Да, вот так я и думала, Наталья, я так и думала, что теорию сейчас вот эту зачитаю, сохраню, и потом будем пробовать на практике. Так и сделаем. Хорошо, терапия. Как выстраивается терапия? Мы сказали, что она вся выстраивается по схеме ПТСР. Значит, исходя из предложенного описания происхождения проблем, можно перечислить необходимые средства для терапии. Для того, чтобы провести успешную работу с травмой, стрессом, необходимо поднять в терапии все четыре этапа формирования травмы. Принятие произошедшей травмы существенно облегчает терапию. Человек находится в комфортных условиях, травма для него завершена, он принял факт ее существования и теперь может освободиться от оставшихся эмоций. И мы ему в этом помогаем. Переживания и последствия их нужно вычерпать до конца. Это можно сделать как раз-таки через вот эти три техники. Человек, вспоминая произошедшее, проговаривая, достигает инсайта. Как только у человека появляется набор оптимальных решений, это уже не проблема, а обыденная жизнь, которая его больше не беспокоит. Он хорошо справляется с любой текущей ситуацией. Об этом пишет как раз-таки Карл Роджер в своей работе «Консультирование и психотерапия». Он пишет, цитирую, «Свободное высвобождение эмоций и эмоционально окрашенных установок со стороны клиента в ходе терапевтических взаимоотношений принимающего типа неизбежно приводит к инсайту». Что значит принимающий тип? То есть это вот про то, как я говорила, что мы верим, мы за чистую монету все слушаем, принимаем, как будто доберяем каждому его слову. Инсайт, который достигает клиент, имеет тенденцию к постепенному созреванию и в целом проходит этапы отменения к более важному и значимому пониманию. Он включает новое восприятие ранее неосознаваемых взаимосвязей, стремление принять все аспекты себя и выбор целей, которые в первый раз столь четко принимаются клиентом. После устранения остатков травматического опыта защитные механизмы отключаются автоматически. То есть когда, вот кто спрашивает, что такое копинг-стратегия, это сработали механизмы защиты и ребенком выделилась копинг-стратегия, это определенное поведение. Оно выработалось, ну допустим, какое мы сейчас возьмем? Копинг-стратегия, да, он справился, он тогда в тот момент выжил в том домике. Копинг-стратегия, это то поведение, которое позволило справиться, вот как коллеги мне пишут, справиться, позволило сохранить себя, выжить в том домике, в тех травмических ситуациях, травмах, да, в тех ситуациях, которые с ним происходили. И эти копинг-стратегии, они закрепляются в течение всей жизни, и человек испытывает и тянет их даже во взрослую жизнь. Допустим, какой пример сейчас возьмем? Допустим, чувство вины. Давайте, такое частое деструктивное чувство вины. Вот было что-то в том домике того ребенка, да, что его очень сильно ранило. Допустим, какая-то, вот кто спрашивал, что такое депривация материнская, какая-то все время недовольная мама, да, такая в каком-то депрессивном состоянии. Ребенок для себя боялся, допустим, даже подойти. Когда мама в таком состоянии, он боялся ее, он боялся подойти. И он выработал такое чувство вины, и оно его от чего спасло? Как будто, когда он уже виноватый, и такой весь покладистый, такой весь соглашающийся с поведением, с требованиями, да, для него это было более безопасное, да, страх может, еще вина может быть, все. Для него это такая была безопасность. То есть, когда он такой, немножко, знаете, как лежачего не бьют, еще так говорят в народе. Вот когда он в этом чувстве вины, его как будто бы та мама раздраженная, она его меньше трогала. И он выработал такую копинг-стратегию, и он эту копинг-стратегию будет использовать на протяжении всей своей жизни. Во взрослом возрасте у него будет то же самое чувство вины перед супругом, у него будет то же самое чувство вины перед детьми, как это ни странно, хотя вроде бы, да, дети-то младше. И он будет испытывать, он будет во всем, куда ни коснись, у него будет это чувство вины, оно у него выработалось, он от него не откажется. Смотрите, мама уже может не быть рядом, ситуация уже давно завершилась, а копинг-стратегия, она с ним осталась. После устранения остатков травматического опыта защитный механизм отключится автоматически. Вот когда вы с ним в терапии разберете, и он поймет, что сегодня чувство вины ему нет необходимости испытывать, то вот этот механизм защиты ослабеет, и он останется в прошлом. В нем пропадет потребность. Потребность использовать эти механизмы, эти копинг-стратегии, они пропадут. Так, что еще вы будете видеть у своих клиентов? К сожалению, травму, особенно случившиеся годы и десятки лет назад, далеко не всегда можно вспомнить и разобрать. Но используя ресурсные техники, можно разделить предполагаемую травму на фрагменты, которые присущи каждой травме, и работать с ними по отдельности, что ослабит травму и уменьшит ее влияние на жизнь человека. Вот случайный попутчик, это как раз-таки ресурсная техника, потому что проговаривая что-то, человек поднимет те события, с помощью техник дополнительных, вы поможете вычерпать все эмоции, которые остались. Он уйдет эмоционально, ему легче будет. Поиск травмы вы в работе с клиентом ведете через анализ симптомов, присущих как раз-таки ПТСР, с помощью рациональных установок, когниции, эмоций и поведения. Подобный комплексный подход существует в психотерапии, и через сбор вот этой всей информации вы ведете поиск той травматики, с которой в дальнейшем вы себе наметите и будете работать. Так, по теории, что делать с вычерпанными эмоциями потом? Ничего с ним делать не надо. Это и есть катарсис, такое разрешение ситуации. У него эмоционально становится чисто. Как только там эмоционально чисто, человек уходит с легкостью. Вот как раз-таки вот эти вещи мне и хочется показать на примере, что такое вычерпанные эмоции. Если мы возьмем первый пример, который мы с Нелли делали, то вычерпанные эмоции, это как раз-таки вот когда она перемоделировала там ситуацию, для нее эмоционально там стало чисто. Если до этого она держалась в страхе или в обиде на то происходящее в тех событиях, то когда эмоции вычерпаны, там чисто. Человек не хочет там оставаться, ему там нечего делать. Он идет дальше. А так как терапия долгосрочная, релифтерапия – это такая долгосрочная терапия, и вы просто раз за разом попадаете в новые фрагменты, как правило, копинг-стратегии везде одинаковые. Да, это как закрытый гештальт, абсолютно верно. Вы каждый раз его там закрываете. Хорошо, коллеги, я сейчас предлагаю, чтобы вы все это увидели на примерах. Я бы хотела сохранить сейчас, попробовать эфир, и взять все техники отреагирования, перемоделирования и линия времени. Давайте я сейчас сохраню, чтобы теория осталась, чтобы мне не пришлось ее перечитывать в следующий раз, потому что это, конечно, такая подготовка, и это непросто. Я сейчас этот эфир сохраню, перезайду, и мы с вами хотя бы 2-3 кейса разберем и возьмем несколько техник и отреагирования, и перемоделирования и линию времени. Договорились? Угу. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...